всем привет друзья начало ноября у нас был дождик ветер видите какой сильный пока плюсовая но на следующей неделе передают а минус 7 градусов уже и мы заканчиваем последние наши работы вот ветер сильный такой сейчас покажу чем занимаемся мы копаем хрен вот виталий копает хрен поздоровайся да всем привет друзья копает хрен вот столько мы уже накопали наши хреновины очень полезный продукт этот хрен я его чищу милю на мясорубке добавляя свеклу вот никакой не уксуса не сахар ничего не добавляю кипяток запарив банки трехлитровый у меня его берут на ура друзья прям вообще такая вкуснятина от всех микробов от всех вирусов от всего от всех болезней а какой вкусный он к новогоднему столу этот хрен с мясом вот самый домашний вот когда сами готовите то что магазине продается вот этот домашний приготовленный хреновина самая вкусная вещь я с детства это блюдо помню мне передалось по наследству от моей мамы мама когда делала готовила раньше рынке были базары советское время у нее прям очередь была за этим хреном джигу делала с хреном и просто хрен просто белый хрен можно делать но больше нравится нам со свеклой так что вот друзья работаем потихоньку до виталия работаем сегодня у нас погода хорошенькая но сильный ветер правда сильный ветер здесь вот у нас малина вдоль малины мы его выкапываем а он отрастет все равно у него корни очень глубокие поэтому он отрастет вот его надо постоянно каждый год выкапывать чтобы он был хороший ровненький а если выкапывать не будешь его и он будет корял но он тоже любит плодородную почву на плохой почве он не растет я как-то корни у меня на огороде было его достаточно в этом месте мы выкапывали выкапывали я его кидала где земля похоже победнее он там не при не прижился вот здесь вот положила тоже вдоль так забора есть тоже не везде прижился вот так что такие дела работа идет последние денечки а там мороз и все передают уже мороз и снег вчера дождик правда года хорошая сегодня тепленько так хотя с утра был морозец хорошее небо такое голубое голубое вообще классно а мы копаем грядку под чеснок далее копает грядку под чеснок перегноя завезли как всегда вот и перекапываем все время уже был первый заморозок хороший такой уже пора садить чеснок ну потом обещают еще где-то дней двадцать теплой погоды как раз он укоренится и будет само то ну тюльпаны если успеем сегодня тоже посадим тень моя тень так вот сажаем чесночок да это чеснок мы любим вкусный домашний чеснок да да но он полезный домашний чеснок это самое то от всех болезней от сей от всех от всего как говорится вы наши кросс и начали нести яички вот это вот как голубенькая нотк экран отсвечивает плохо видать светло голубенькое такое вот это шоколадное это светло у нас еще есть зеленые яички и розовые но пока курочки там сидят и вот тоже яички вот крупные хорошие яички но цвет не передают на улице ветер сильный думаю покажу здесь вот они как голубенькие такие голубоватые светло-голубоватые еще зелененькие есть и розовенькие это куры кросса хорошее яйцо такое несу пока им четыре месяца это вот они только-только занеслись вообще яичко должно быть крупное хорошее вот такое это вот у нас астролорты несутся куры такие яйца крупные большие а еще есть двухжелтковое большое яйцо вот тоже курочки не знаю одна ли две несется вот не знаю в общем такие курочки несут яички вот наши яички здесь зелененькие и голубенькие коричневые и кремовые розовые попозже будут наши кроссы курочки занеслись активно у нас 30 кроссов и 30 несутся все несутся это вот первую партию мы собрали до обеда после обеда вторую партию будем за собирать розовые яички вот курочкам нашим пять месяцев и они вот так вот активно несутся вкусное с мясом мы покупаем куриные косточки здесь у нас геркулес перловка ячка смешиваем и варим где кушать иди ну и добавляем им конечно же их не любимый вот этот вот кошачий корм еще вот вот они кушают во какие кормим их три раза утром в обед и вечером ну конечно понемножку даем им чтобы не перекармливать это не мышей ловить не будут вот ну вот им хватает наедается они еще умудряются и птичек ловить вот за птичек я их ругаю а за мышей нет мышей полевых ловят вот этот вот белый пушок он крыс больших таскает но он их не ест мой муж замучился выкидывать этих крыс задушить притащит и все и положит здоровые такие вот муж их выкидывает потом таскает вот этот кот большой я еще сегодня вот видите кренделечек такой испекла тесто дрожжевой замесила сахара туда молока в общем дрожжевое сделала и вот так вот к чаю испекла еще кренделечек хотела косичка вот как заплелась косичка у меня ночь это тесто сильно такое жиденькая было и ну да ладно и блинчики вот у меня есть еще мучу пока лечусь а дома болею думаю ладно потихоньку чу-нибудь испеку но все равно да или пойдет к чаю мягенький такой хорошенький хорошенький и тут вот она мне не подгорела ничего нить какой хорошенький такой зажаристый вот хорошенький кренделечек друзья у нас дождь очередной раз уже второй уже считаю скоро будет у нас середина ноября у нас вот такая погодка снега еще вообще не было ну вот переживаю как бы гололеда не было вечером сейчас быстренько на дачу смотаюсь посмотрю как там что всех накормим и назад потому что может быть гололед к вечеру вот друзья сегодня у нас снова дождь как я уже и ранее вам говорила приехала на дачу все начала укрывать потому что обещают обледенение вот все по укрывала очень удобно вот этими пенопластовыми ящиками укрывать я так укрываю уже третий год и не заморачиваюсь вот ну где конечно там не ровная почва обкопать можно земелькой а так вообще хорошая вещь в этом году мне даже их не хватило вот пришлось там в магазине брать гортензию еще я не укутывала чуть чуть попозже буду что-то подустала я еще простыла еще не совсем как говорится окрепла два кустика гортензии попозже укрою вот розы пока прикрыла так не стала сильно укрывать потому что еще у нас таких нету минусов чтобы они не запарились просто прикрыла белого не было материала черный конечно не очень красиво но я у меня там есть еще белый то уж когда основательно буду укрывать то уже белым еще и пленкой надо будет укрывать обязательно пока так накрыла он сколько у него плотность шестидесятка плотность пока так прикрыла вот так что вот все покрывала вот виноград молоденький свой так укрыла здесь абрикос молоденький этот уже взрослых уже не надо его укрывать он уже такой надо земельки конечно там подсыпать будет тоже когда может быть подсохнет что я пропустила обычно я подсыпаю а этот молоденький укрыла и вот так вот длине ровно я обкопала видите так вот копала вот дальше яблонька это взрослая вот здесь молоденькую яблоньку укрыла а вот и персик инжирный тоже укрыла посажен в этом году его нужно укрывать он не перезимует совсем молоденький этот яблонька которая была пенопластом укрыта видите какая уже большая какой прирост в этом году я просто ствол обмотаю такая вот блестящая поролуновая как она называется уплать ну теплоизоляция ли как ну в общем вы поняли не буду труждаться ствол обмотаю ей и все она тоже это просто северная сторона может подмерзнуть так здесь мои декоративные травы тоже укрыла пенопласта здесь укрыла забыла как называется в общем так забыла в общем тоже надо было укрыть если хинацея хинацея укрыла здесь тюльпаны укрыла вот ну и здесь дальше тоже по укрывала от лилии надо бы наверно прикрыть счет не знаю стою думаю надо не надо эту посаженные лилии ладно подумаю еще здесь фоксы укрыла флоксы как-то один год я не укрыла вообще и они у меня вымерзли друзья вымерзли да у нас зимой из-за влажность высокая и ветер ледяной и все вы выдувает вымерзает поэтому я фоксы укрываю это вот хорошо отростки молоденькие были я порассадила здесь хорошие такие были уже цвели в этом году и вот здесь тоже поэтому в этом году я укрыла флоксы и в том году тоже крыла позатом года два назад они вообще вымерзли здесь у меня лилейники укрыты тоже новые мои сортовые здесь у меня ирисы укрыты вот так вот укрылая ирисов пока здесь баракуда а здесь у меня пион пион щербет и мой пион и мои вот эти вот укрыты туис маракт они посажены этой весной я все пенопластом укрыла потому что обязательно в первый год посадки их нужно укрывать они могут подмерзнуть ну вот так вот друзья принципе все пока все сделала сыра влажно вот этот спали хотела быстро сказать и забыла укрывается он не укрывается вечно зеленый вот это не могу сообразить еще голова не соображает болеют так потом скажу может кто узнал не могу вспомнить надо посмотреть укрывается он не укрывается а так все друзья пока все укрыто пока